Надеюсь, не схвачу штраф за парковку Так, короче, лейка и дёшево Не те два слова, что обычно встретишь вместе без слова «не» рядышком Возможно, вы удивитесь, но лейку и правда можно купить по вменяемой цене Я бы даже сказал «задёшево» Но только какую выбрать? Давайте расскажу Да, расскажу, но сперва Спонсор этого видео — Варсток Зарабатывайте на своих фотографиях, видео и векторных изображениях с помощью Варстока Они сами заливают на все основные торговые площадки, регистрация бесплатна Отчисления выше, чем у остальных, комиссия всего 15% и только после продажи Регистрируйтесь по ссылке ниже Сейчас лучшее время, чтобы прикупить себе лейку Из-за цен Поверьте, у меня были все И я знаю, насколько они сейчас дешёвые А сам я их покупал не на дне цен Не прям после выхода, потому что это было бы глупо Я покупал, когда они ещё были дорогими, но уже не охренеть как Есть классные варианты Да, особенно сейчас Да? И они все в сумке у Дэна Не, одна у тебя Ну, это вполне доступно Доступно, если вы Кай Придержите лошадей Почему бы не начать с самого дешёвого варианта, как в руках у Дэна? Самое странное в этой М8, что у неё типа кроп 1.3 То ли 1.3, то ли 1.33 1.33 Точка 33 Так что у меня не очень с математикой 21 мм типа 28 То есть видоискатель около 28, да? Примерно Но вообще, конечно, теряешь немного Впихиваем свой глаз прямо в угол И как бы осматриваем кадр со всех сторон Так понятно, что будет на выходе Ну и, разумеется, половина будет закрыта вот этой здоровенной штукой Она половину съедает Если берёшь М8, приходится работать совершенно другим набором эквивалентных фокусных расстояний А не с привычным сейчас полуторакратным Не полный кадр, но в этом есть что-то особенное Когда у меня была М8, очень нравилось, что у неё был 15 мм При кропе 1.3 Это типа 21 мм, правильно? 21 И можно просто фокусироваться наугад Дальномер использовать не нужно Самый быстрый способ фокусироваться Вот вам лайфхак Так, короче, ставим на F8 И если я сфокусируюсь на 2 метрах Это маленькая шкала на объективе, где помечена 8.8 Показывает мне, что всё отсюда досюда В принципе, будет более-менее в фокусе Ну, то есть не прям в фокусе, а типа в фокусе Так что, если я сейчас установлю F8 Всё от бесконечности до 1 метра должно быть в фокусе Но, как вы видите, на 1.8 получаешь фигу с маслом А если бы здесь было 0.95 Была бы вот такая тоненькая линия Чтобы попрактиковаться, я встану здесь И сфотографирую этот кусок стены Фокусировка на полтора метра Просто жду, пока люди пройдут Нажму кнопку, и кадр будет в фокусе Необходимость использовать более широкий объектив Который на самом деле не особо широкий Даёт большую глубину резкости, что помогает быстрее, точнее, фокусироваться Реальная проблема кропа всплывает только, когда хочется действительно широких кадров Ну, если ищете дешёвые лейки, не найдёте ничего дешевле, чем M8 Если отсчитывать назад от M11, то это самая дешманская В смысле, самая дешёвая Она даже дешевле Epson RD1 Epson RD1, у меня такой был Epson делает принтеры, но они также делали цифровые камеры С ручкой для перемотки плёнки Правда, я не гоню Цифровый фотоаппарат с рычагом Даже не для плёнки, а для повторного взведения затвора Просто потому, что время работы от батареи было капец малым Всего 6 мегапикселей, но это отличная камера, которая пользовалась в путешествиях Я её купил за 1300 фунтов давным-давно И она всё ещё стоит 1300 фунтов сегодня M8 дешевле Пусть она и несовершенна, она страдает от проблем с инфракрасным фильтром Инфракрасный фильтр был слишком слабым Проблемы часто заметны на чёрных тканях, которые выглядят немного фиолетовыми Ещё бывает проблема с цветной пеленой на сверхшириках Например, в Фойтлендерах 15 мм или 12 мм С другой стороны, M8 — фантастическая чёрно-белая камера Из-за слабого инфракрасного фильтра А цветная вуаль не создаёт проблем в ЧБ Понятно почему А из-за того, что сохранение на карту происходит так долго Мне надо час ждать, чтобы увидеть, что я там наснимал Это вот единственное, что мне не нравится в M8 Сохранение занимает вечность Независимо от того, насколько быструю карту вставишь Сохранение длится вечность Давайте покажу Так, а теперь смотрите, сколько она будет мигать Если я захочу её посмотреть Тут всё ещё пиксель на пикселе Она, наверное, одурела сейчас Что я ещё какие-то кнопки нажимаю, пока она сохраняет Так, а сейчас она вообще заглохла Может, батарея померла? Не переживай, Дэн, кадры вышел нормальным Но надо сказать, что медлительность — это проблема и полнокадровая M9 На тебе цепь, смотрите-ка Старый хипстер Да, хипстерская цепь Так что вы думаете, интернет-люди? Брать её Дэну или нет? Тут какая штука К тому времени, как это видео выйдет, её уже кто-то купит Да Ну так что спрашивать бессмысленно Слишком много патины на мой вкус Покрасишь в розовый? Я могу Правда? Ты купи, а я покрашу Правда, на ISO 6400 она не очень Плохая работа на высокий ХИСа — это наименьшая с проблемой M9 Ещё одна проблема M9 — это коррозия ПЗС-сенсоры ржавели Это было проблемой, но лейка вообще-то их сама меняла Уже не меняют Уже перестали Так что проверяйте, была ли она пофикшен отремонтирована или заменена В общем, возможно, лучше просто пропустить M9 Берите ли M8 или, мой фаворит M Type 240 Type без E А 240 как 2,4,0 Так, у меня есть M Type 240, которую сейчас можно взять примерно за 2 штуки Правильно? Ты всегда цены перепроверяешь же Около 2000 фунтов? Я бы сказал, чуть больше Может быть... Больше? 2500? За 2500 будет в очень хорошем состоянии Да, в общем, её можно найти примерно за 2500-3000 долларов Примерно столько я ей платил Я знаю, что я покупал, когда она только вышла, я говорил, что она здоровая и толстая Но всё было норм Есть камера и здоровее и толще Она, конечно, не M10 Но и стоит не как M10 Но цены на M10 тоже падают А это значит, что вот эта будет ещё дешевле У M9 PZS сенсор, который, по их словам, даёт более плёночное Похожая на плёнку изображения С другой стороны ISO высоко не выставишь, будет много шума Ну а тут сенсор КМОП И вы можете сказать, что картинка с него будет как с любой другой камерой Но тут есть лейковский Color Science и всё такое Плюс она немного лучше при слабом освещении Меньше шумит Сенсор на 24 Мп отдаёт ей достаточно разрешения Не заставит вас почувствовать, что это какой-то анахронизм И за исключением чуть более толстого корпуса В использовании она ничуть не хуже M11 Потому что лейки — это непромодные смарт-функции Выставлю на А Это же не табу? Ну, нет Никогда не используйте авто Ой, всё А ты всегда снимаешь в М? Ну, раньше да Автоматика не затащила Смотри, там сцена была подсвечена И авторежим всё испоганил Ну вот Надо снимать в М Мне кажется, это особенность лейек Иногда на автоэкспозицию не получается положиться Видите, автоматизированные функции вообще не очень Со всеми лейками M лучше всё выставлять мануально В этом вся прелесть Самое замечательное в лейках — то, что они почти не эволюционируют Так что не нужно беспокоиться о системе автофокуса Или скорости серийной съёмки Потому что у них нет автофокуса В любом случае Вы же не снимаете на лейку очередями, правда? Вся суть в том, чтобы поймать решающий момент Один снимок туда-сюда Раз в три часа Типа того И это круто Не важно, у тебя M8 или M-Type 240 Они работают настолько же хорошо, как хорошо работают твои руки и глаза Это и делает более дешёвые лейки такими же хорошими, как M11 Но за меньшие деньги Такое очень близкое чувство По крайней мере, для меня Раньше ненавидел ими пользоваться для работы Я бы не брал её на новостную съёмку Потому что, не знаю Она просто недостаточно быстрая Но если просто снимать для себя, она отлично подойдёт Меня всегда веселит, когда люди связывают их с решающим моментом Но я просто думаю, что для решающего момента она не нужна Можно взять в наши дни, наверное, какую-нибудь зеркалку Кэнона Может прозвучать глупо, но на неё просто приятно фотографировать В общем, если сможете найти пару тысяч на красивую тушку То возьмите M-Type 240 Я бы так и поступил И я так и поступил, потому что сам такую и взял Ну или можно поискать дешевле Например, M8 Или вместо неё купить дрель, чтобы добавить прекрасные звуковые эффекты в свои видео Но ещё можно доплатить и взять M9, которая полнокадровая Но тогда есть риск схватить коррозию сенсора Так что будьте осторожны А если вообще не нравятся лейки M Если хочется снимать на лейку просто из-за красной точки спереди Чтобы хвастаться перед братюнями Какой вы мажор, но на самом деле вы не мажор И вы берёте дешёвую лейку Тогда можете посмотреть на SL Это хорошая полнокадровая беззеркальная камера Лок, я вообще-то здесь Ты чё делаешь? Иисусе! Кого ты снимаешь? Народ точно подумает, что мы снимали на отвали Говоря на отвали, если хотите лейку без M9 Есть хороший вариант SL, это хороший вариант, мне кажется 1300 фунтов К сожалению, на камере аж дважды написана лейка Здесь абсолютно точно один из лучших видоискателей на рынке Очень-очень мне нравится Ещё мне очень-очень-очень нравится Эта фича зум-превью Ну, вы знаете, у других камер тоже такое есть Но у неё она прямо здесь И скорость, с которой можно увеличить куда нужно И потом быстро вернуться Потрясающе И выглядит тоже красиво Ну, да, думаю, выглядит Ну, вообще, у многих людей мнения разделились по этому поводу Ну, типа, с точки зрения физического объекта В руках лежит просто супер Особенно если руки большие У меня среднего размера руки Но если руки большие, хват действительно хорош Если сравнивать рукоятку Sony с этой, тут намного лучше Или с M8, где рукоятка вообще не существует Разница... Разница в хвате между этой и этой Ну, типа, это почти такая же большая Вот, смотрите, у этой гриб Если так поставить Размером почти как сама M8 А ещё они не скажут, что это Panasonic Со значком лейки Потому что она вышла раньше, чем полнокадровый Panasonic Она такая быстрая Особенно в сравнении с M-кой Реально очень быстрая Каким-то образом Она ощущается Тактильно более похожей на лейку Хотя почему каким-то образом? Она же сделана из металла И сделана замечательно В сравнении с этим, знаете Это разные миры Не думайте об SL как о компромиссе Для тех, кто не может справиться с дальномерными M-ками На неё можно поставить M-объективы Это лейка У неё есть пикинг И можно приблизить, чтобы проверить фокусировку Ладно, да, это компромисс Но она реально дешёвая И на ней написана лейка Так что всё, пока Спасибо за просмотр До скорого, увидимся О, нет Соусом капнул Проверим, это соус или говяжий сок Пахнет цветной капустой Слезать, что ли? Это альтернативная красная точка И здесь соус Господин, повсюду Неудивительно, что соус повсюду Я ещё удивляюсь Я ещё удивляюсь, откуда у меня кетчуп на лейке Ты снял вон там? Видишь? Ржавый столб Воздействие соли Вызывает коррозию Это тонко-тонкое искусство Ты сейчас позируешь, как леечник Дэн собирается поесть на входе в плющ И притвориться Что ест в самом плюще Как раз напротив общественного туалета Выглядишь, как серьёзный леечник Перевёл Макс Мирончик Озвучил Стас Маев Только корги красивые для Анастасии Эвер Глянет вечером Андрей Музычкин Слайлама 2022 Я предлагаю насмехаться над теми Кто купил лейку за 3-4 тысячи долларов Ведь можно купить её минимум вдвое дороже Продолжение следует...